Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Бликунов Сергей. Я являюсь техническим специалистом в группе компании Пилео Мурал. Рад вас приветствовать на вебинаре, посвященному анализу звукоизоляции жилых помещений с помощью продуктов ENSYS. В рамках вебинара будут рассмотрены особенности постановки задач оценки звукоизоляции при воздушном шуме. Поговорим о применении эквивалентных моделей пористого материала, рассмотрим настройку проекта и сделаем некоторые выводы. Жилые помещения, построенные по современным технологиям, имеют ряд преимуществ и недостаток. И вот как раз одним из недостатков является низкая звукоизоляция помещений, что вызывает потребность на стадии проектных работ проводить расчеты и исследования. Немного общих сведений. Шумом называются беспорядочные колебания различной физической природы, отличающейся сложностью временной и спектральной структуры. Оценка звукоизоляции жилых помещений проводится при наличии источников воздушного или структурного шума. Под среклотным шумом у нас поднимаются механические вибрации. В рамках вебинара будут рассмотрены подходы для анализа звукоизоляции жилых помещений с помощью ENSYS на примере квартиры студии. В качестве основного критерия при оценке звукоизоляции жилых помещений используется индекс звукоизоляции, который в соответствии со сводом правил определяется как разность уровней звукового давления в помещении с источником и в помещении с приемником с учетом площади помещений. Также в соответствии с тем же сводом правил для определения индекса изоляции воздушного шума необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой, которую я представил вот в таком вот виде. То есть первое значение это у нас уровни звукового давления. В скобочках указана соответствующая среднегеометрическая частота в третье октавной полосе. Неблагоприятными считаются отклонения вниз от оценочной кривой. И дальше у нас есть три правила, по которой высчитываются вот эти индексы изоляции воздушного шума. Значит, если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса составляет 52 дБ. Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая у нас смещается вниз на целое число дБ так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину, то есть 32 дБ. Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ, или неблагоприятное отклонение отсутствует, оценочная кривая смещается вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 32 децибелам, но не превышала эту величину. После вот этих манипуляций за величину индекса изоляции шума принимается значение смещенной оценочной кривой в третьеоктавной полосе частот со средней геометрической частотой 500 Гц. Это такие правила вводные, по которым у нас высчитываться будет индекс звукоизоляции. Далее мы посмотрим общее сведение о постановке задач. Гармонический анализ акустики используется для определения устойчивой реакции конструкции и окружающей воздушной среды или домена на нагрузки и возбуждения, которые изменяются у нас синусоидально или гармонически во времени. В процессе расчета решается уравнение, которое связывает матрицы масс, жесткости и связующую матрицу, а также вектора давлений и частот. Поговорим о нагрузках и граничных условиях. На поверхности домена у меня определено условие поглощения волн или граничное условие робина, которое эффективно сокращает размер модели в отличие от EML слоев. Рекомендуется включить по крайней мере четверть длины волны среды в данном направлении, где длина волны основана на самой низкоинтересующей частоте. Конечно, данные ограниченные условия уступают по точности EML слоям, но в рамках таких больших задач, как рассмотрение звукоизоляции живых помещений, нужно прибегать к некоторым упрощениям в рамках ограниченных условий. При этом качественно и численно, с учетом определенных естественных погрешностей, у нас будет получаться более-менее точное решение. Источник шума задан с помощью открытых динамиков, которые действуют как диполь с круговой диаграммой рассеяния, которая представлена у нас на экране. В таблице представлены уровни звукового давления и эквивалентные им значения давления для каждой среднегеометрической частоты. Источник шума у нас расположен в артере сверху. Хотелось бы отметить некоторые особенности подготовки расчетной модели. Геометрию я импортировал из программы OptoDesk Revit в формате C. Естественно, помимо основной геометрии, которая участвовать будет у нас в расчете, импортировались различные трубопроводы, арматуры и так далее, которые не сильно влияют, так скажем, на общую картину. Поэтому различные мелкие элементы я удалил. Интерференции и зазоры, которые были в модели присутствоваться, тоже были исправлены с помощью Space Clay. Сетка конечных элементов должна быть достаточно мелкой. Рекомендуется такой размер, чтобы укладывалось 12 узлов на длину волны. Для снижения объемности вычислений рекомендуется использовать общую топологию вместо контактов. Общая топология – это связь на уровне сетки. То есть на уровне сетки наша геометрия будет представлена как одна деталька. На уровне геометрии – это разные тела, которым можно, соответственно, присвоить различные свойства. Самым интересным шагом, о котором я бы хотел рассказать, – это назначение моделей материалов. При оценке звукоизоляции от воздушного шума с целью снижения объема вычислений можно использовать модели пористых материалов вместо FSI расчета. В данной задаче я использовал модель Джонсона Чампакса Аларда для бетона и минеральной ваты, так как эти материалы являются основными, которые поглощают, рассеивают звук. Основные свойства для данной модели – это сопротивление среды, пористость, коэффициент извилистости пор, характерная длина вязкости, характерная длина теплоизоляции, плотность и скорость звука. Также для данной модели с целью повышения расчетов можно задать термоупругие параметры. Ну и, соответственно, для этого необходимо будет определить еще порядка пяти дополнительных параметров модели и, соответственно, подключить немного другой решатель, вследствие чего, конечно же, существенно вырастет объем вычислений и это будет требовать больших ресурсов. В результате я получил уровни звукового давления в защищаемом помещении на среднегеометрических частотах и представил его в виде графика. Видно, что конструкция, под которой я подразумеваю перекрытие и перегородки совместно, хуже работает на средних частотах, естественно, в диапазоне там 500 тысяч герц. Индекс звукоизоляции для перекрытия с учетом работы перегородок составляется в 46 дБ при допускаемом значении, по-моему, в 48 дБ. Это можно считать в пределах допуска с учетом того, что сейчас мы с вами будем разбирать демонстрацию этой задачки, я сделаю. Это можно считать в пределах допуска с учетом моей постановки. Давайте посмотрим, из чего у нас состоит проект. Эту задачу я решал в модуле гармоник акустик. Первым делом я выбрал и назначил свойства материалов. Здесь я хотел бы обсудить вот какую особенность. Если мы используем модели пористых материалов, значит у нас расчет не FSI, а просто как бетон, минеральная вата у нас представлены как акустические тела. Это первое. Поэтому для бетона сейчас свойства отфильтрованы таким образом, что показываются только те, которые используются в соответствующем модуле гармоник акустики. Если мы уберем фильтрацию, то соответственно у нас еще и будут упругие механические, так скажем, свойства. Кроме плотности и скорости звука, в некоторых материалах, которые есть в библиотеке Vensys, есть свойство вязкости, которое необходимо удалить, если ваш материал, который вы используете, вот, например, я здесь добавил воздух, который я не использовал в расчете, у меня вот здесь есть вязкость. Если вы не удалите это свойство, то ваша моделька не будет считаться. То есть у вас, возможно, будет требоваться другой решатель, и Vensys будет выдавать конфликт. Поэтому, значит, нужно ограничиваться только теми свойствами, которые вам нужны. Дальше. Что касается SpaceClaim. Здесь я удалил, соответственно, все ненужные детальки, поправил геометрию, которая была исходная, и построил вот такой вот домен. Строится он достаточно быстро, вручную. На панели Pre-Pay есть инструмент Enclosure. Нажимаем на него, выбираем все это тело, и у нас строится соответствующий домен. При этом можно в процентном соотношении, что очень удобно в рамках задачи именно в акустике, в процентном соотношении выбрать объем этого домена. Затем делаем процедуру поиска интерференций, и автоматически обрезаем эти домены. Неудобство здесь будет заключаться в том, что в том или ином случае у вас будут генерироваться новые домены. То есть по факту домен создается сначала один, а затем в процессе исправления интерференций будет создаваться еще некоторое количество доменов, которое, оно будет не автоматически, нужно постоянно нажимать зеленую галочку и достаточно долго ждать для того, чтобы получилось как бы отдельное тело, чтобы гулевая операция произошла, и затем нужно будет повторять, тянуть вручную и ждать. Это вот не совсем удобно. Ну, если мы воскроем с вами все тела, давайте я их выберу таким вот образом, этот домен будет представлять себя вот такую детальку, ну, точнее, несколько здесь деталек у нас. Все пересечения, зазоры исправляются известными методами. Подготовку расчетной геометрии не обязательно осуществляется поисклейме. Если подобные операции вам позволяют сделать какой-либо кат-редактор, то вполне можно воспользоваться и. Далее я передал эту модельку фантис, после чего у меня, естественно, уже готовы материалы, готова геометрия. Первое, что необходимо сделать, это назначить всем телам материал. Что здесь плохо? В данном случае у меня, немножко вперед забегу, не использована здесь общая топология для того, чтобы построить достаточно крупную сетку, чтобы она слишком долго не считалась. Позже мы к этому вернемся. Поэтому я не использовал здесь общую топологию. И, соответственно, все тела у меня вот так в разнобой здесь представлены. То есть, по сути, как бы все тела отдельно. Если же вы будете использовать общую топологию, общую топологию не обязательно использовать для всего. То есть, можно ее использовать отдельно, для каких-то элементов, для каких-то элементов использовать контакты. Это будет, так скажем, такая гибридная моделька. Здесь тоже, естественно, относительно контактов вы выиграете, во-первых, по объему вычислений, И, во-вторых, по скорости счета, так как контактные задачи не слишком хорошо параллелятся. Ну, а свойства, значит, у нас назначаются в блоке Material Poly Assignment. Далее, контакты у меня здесь созданы автоматически, здесь порядка 1200 штук. С настройками по умолчанию, точнее, не совсем по умолчанию, у меня слайдер стоит здесь на нуле. То есть тут 50, получается, миллиметров зазоров допустим. Но здесь нет у меня никаких зазоров. Естественно, все тела друг с другом, так скажем, находятся в контакте. Сетка конечных элементов у меня здесь, скажем так, достаточно крупная, можете обратить внимание. Но в рамках демонстрации не требовалась какая-то точность. Естественно, над сеткой придется работать и ее улучшать для того, чтобы получить хорошие результаты, как качественно, так и численно. Все тела у меня выбраны как Акустик Виджин. Вот видите, все тела All Buddies, потому что мы используем модель пористого материала, чтобы адекватно промоделировать работу бетона, работу утеплителя, который в некоторых конструкциях не используется как звукоизолирующий материал. Условия поглощения волн по внешней границе домена назначены. Это у меня вот сечение. Вот такой вот кубик. И источник. Давайте я вскрою, значит, сейчас домены. И покажу, где у меня расположен источник. Источник у меня вот расположен вот здесь. Смоделирован он у меня как открытый динамик. При этом, значит, у меня здесь задана амплитуда давления, которая у меня параметризована еще. Ну, чуть попозже мы, значит, к этому вернемся. В настройках решателя у меня заданные частоты в третьей октавной полосе. В данном случае данная расчетная точка, это центральная частота, 31,5 Гц. Она тоже, эта частота у меня параметризована для того, чтобы на каждой среднегеометрической частоте сделать расчеты автоматически, а не вгородить кучу расчетных модулей. В результате, значит, давайте сделаем так. Нас не сильно интересует наш, значит, воздушный домен. И вот такая вот. Получилось такое поле уровней звукового давления. В данном случае это на частоте 35-358 Гц. Можно запустить анимацию, как у нас распространяются уровни звукового давления. Ну, больше всего нас будет интересовать уровень звукового давления защищаемого помещения. Обратите внимание, что здесь у меня есть, так скажем, некоторые градиенты, в которых, естественно, результаты не совсем точные, ну, потому что сетка здесь, будем говорить, оставляет желать лучшему, да. Ну, даже, допустим, на этой частоте еще, возможно, данный размер сетки приемлем, но в более высокочастотной области результаты уже, конечно, будут неточными. Соответственно, значит, я параметризовал также результаты, да, то есть я усреднил по данному домену уровни звукового давления и как бы брал их за результат на той или иной частоте. Значит, еще раз, у нас параметризован, собственно, сам частотный диапазон, у нас параметризован источник, амплитуда источника, и у нас параметризован результат. В менеджере параметров я сделал вот такую табличку, где на каждой среднегеометрической частоте определял работу источника и получал соответствующий результат. Ну, отрицательные уровни звукового давления говорят нам о том, что уровень давления акустического, в данном случае защищаем помещение, ниже, чем опорное давление, да, потому что у нас с вами нет, ну, каких-то других источников, да, то есть у нас есть один источник шума, а по факту в жизни у нас с вами куча источников. Если мы просто даже будем сидеть с вами в полной тишине, замеряем какой-то уровень звукового давления, он не будет у нас, так скажем, ноль. Здесь, конечно, воспроизвести такое не получится. Ну и, соответственно, я записал вот эти результаты и построил кривые. Ну, дальше выполнил ту процедуру, которая у нас регламентирована с ходом правил, и, соответственно, таким вот образом рассчитал индексы звукоизоляции при воздушном шуме. Давайте теперь вернемся в презентацию. Есть еще несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить. В заключении, на примере квартиры-студии мы с вами рассмотрели анализ звукоизоляции жилых помещений в АНСИС, даны рекомендации по подготовке расчетных моделей и снижение объемности вычислений. Еще раз немножко отойду в сторону. Вот данная задачка. Мы с вами обсудили, что сетка оставляет желать лучшего, но при этом было достаточно большое количество контактных пар определено. Значит, на серверном оборудовании, на 16 ядрах оперативной памяти потребовалось порядка 6 гигабайт, и одна точка считалась под одной точкой, я здесь понимаю каждую среднегеометрическую частоту, она у меня считалась порядка 25 минут. Примерно такие вот ресурсы требуются. Значит, с помощью такого подхода возможно оценить качественные численные результаты и принять соответствующие меры по повышению звукоизоляции. В конце также хочется выделить несколько полезных источников, которыми вы можете пользоваться. Первый источник – это книга «Noise and Vibration Control Engineering», в которой достаточно подробно и понятно изложено все, что связано с акустикой и виброакустикой. И две статьи, в которых выполнены экспериментальные исследования по получению параметров модели Джонсона Чампокса Алларда. Соответственно, эти статьи помогут вам, во-первых, тем, что там уже есть готовые параметры для определенных материалов, и, собственно, там изложены методики исследований, которые вы можете повторить и исследовать свои какие-то материалы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok